Привет, ребята! Сегодня с вами говорим про диарею и все, что связано с расстройствами кишечника. Синдром раздраженного кишечника, непереносимости. Бывает разная история, связанная с диареей, такой вот прям серьезной, с которой некоторые бегут к доктору и правильно делают. Но ведь очень многие даже не подозревают, что есть непереносимость тех или иных продуктов и эти продукты поступают на регулярной основе. Плюс есть пищевая аллергия, плюс бывает какая-то вирусная инфекция, бактериальная инфекция, какие-то кишечные заболевания, парадитарка и все это бывает еще и вместе. В общем, расскажу про симптомы и про продукты, которые могут вызывать. Вы на моем ютубчике, если вам интересно, то ставьте лайк. Конечно, тошнота, боль в животе, спазмы, вздутие, обезвоживание, лихорадка. Бывает у кого-то кровавый стул, частые позывы к опорожнению кишечника. Это имеет место быть. Причина диареи может быть разная. И бывает это история, которая действительно тестируется при посеве кала, колоноскопии и каких-то других серьезных вмешательств, чтобы проверить прямую кишку и нижнюю толстую кишку на наличие признаков заболевания кишечника. Калоноскопия или вот эти все процедуры, они, конечно, достаточно серьезно создают такую неприятную историю. Но обратиться к специалисту нужно. Если ваша диарея длится больше двух дней, если вы обезвоживаетесь, в общем, если есть хроническая усталость, сухие слизистые оболочки, головная боль, легкомысленность, повышенная жажда, сухость во рту. В общем, диарея это серьезное заболевание, особенно для маленьких детей. И про питание я говорила, что продукты, которые можно есть, действительно важно включать. И сразу мы говорим про какие-то прозрачные бульоны, куриные, говяжий, с удаленным жиром вода, с повышенным содержанием электролитов, кокосовая, с витаминами, с электролитами. Старайтесь избегать употребления высокого содержания сахара. Плюс, скажу так, что есть продукты, которых реально следует избегать. Это молоко или молочные продукты, в том числе протеиновые напитки на основе молока, жареные, жирные, острая еда, свинина, телятина, сырые овощи, если у вас диарея не пойдут. Все цитрусовые, алкоголь, кофе, то, что обезвоживает, газированные напитки и напитки с кофеином, вообще все искусственные подсластители, включая сорбит. Мы с вами говорим про плюсы и минусы диеты при диарее. Конечно, мы обсуждаем, но у меня такой маленький момент. Если это история психосоматическая, это одна история. Если это физическая, то совершенно другая. И, конечно, рекомендованные продукты важно использовать просто для поддержки. Если мы с вами говорим про рыбу, то это нежирное. Если это мясо и птица, то тоже нежирные сорта, отварные. Хлеб и выпечка вообще, кроме сухарей, вообще вам ничего из этого не рекомендую. Молочная продукция, это очень личная, у вас действительно может быть очень серьезная реакция, запоздалая на молочку. И здесь мы говорим убрать полностью процельное молоко, сметану, другие молочные продукты. Крупы бобовые, вот бобовые тоже могут вызвать брожение, поэтому что-то отварное, жиры, очень нужно ограничивать в эти моменты. Овощи исключительно в виде отваров, добавляя в первые блюда. И специи, фрукты, кстати, не все можно, кисели, желе в эти моменты. Свежие ягоды, сухофрукты нежелательно. Напитки, чай предпочтительно зеленый. И лучше такие травяные чаи, потому что в этот момент непонятно, если вы сильно выпьете черного или кофе выпьете, непонятно, как все закончится. Так вот, чего я говорю про это? Потому что диарея может быть не только от питания, она может быть от заболеваний. И бывает эта история, когда человек просто хронически пьет кофеин, алкоголь. Не пьет воду, не контролирует порции пищи, просто переедает. И диарея и рвота, это, конечно, бывает и у взрослых, и у младенцев. Поэтому нужно очень осторожно. Это бывает из-за различных энтероколитов и других вещей. Поэтому жирные, жареные, кофеиновые, алкогольные напитки, все убрать. Фруктовые соки, торты, печенье, продукты с высоким содержанием клетчатки. И попробуйте пробиотики, плюс обязательно обращение к врачу. И я обычно добавляю ромашку, мяту перечную, зеленые бананы, пектин. И иногда на несколько дней ввожу диету в фудмап. Продукты, богатые пробиотиками и пребиотиками, я тоже оставляла. Легкие углеводы, такие как рис и овсянка, но не все. Поэтому напишите, что вам помогало. Я расскажу, что помимо этого всего бывает еще такая жуткая история с психосоматикой. Но это в отдельном видеоролике я расскажу. А это пока все. Люблю вас.